Знакомимся, меня зовут Анастасия, я иммигрант, как и вы, и живу в Щецене уже 4 года. Приехала из города Николаева и прошла и прохожу путь иммигранта. Я прекрасно знаю, сегодня у нас тема, да, это карьера в иммиграции, работа, потому что настолько, как важно работа вообще в принципе, а в иммиграции так вообще и карьера. Хочу сказать, что, думаю, вы со мной согласитесь, что приехав, иммигрировав в другую страну, вы начинаете все с нуля. В принципе, все то, что было у вас в вашей стране, оно как-то там остается, а здесь вы в принципе ноль приезжаете. И поначалу вы себя так чувствуете. Вы согласны, кто-то чувствовал себя так? Например, у меня была поначалу сильная депрессия, я даже, вернее, даже не понимала, что это депрессия, не могла понять, что со мной происходит. Но сейчас я уже понимаю, что это было. Я столкнулась с такой проблемой, как языковой барьер. Я думаю, как вы, или вы все ехали сюда и уже знали язык. Вот это вот ощущение, когда ты говоришь, начинаешь говорить и чувствуешь, что ты как школьник минимум разговариваешь. Это, естественно, тоже очень было тяжело поначалу. И началось что? Начался поиск себя. И все это привело меня лично к созданию канала на YouTube, которым я стала делиться с людьми, с иностранцами, теми проблемами, которыми я столкнулась здесь. И потом поняла, что я просто думала, что это только у меня такие проблемы. Оказалось, что в принципе, они так похожи, и все вопросы и проблемы были у этих людей такие же, как и у меня. И что привело меня к тому, что благодаря вот этим всем трудностям я поняла, что получив только новый навык здесь, можно чего-либо достичь и изменить. В принципе, если мы все сюда приехали и поменяли свою жизнь, поменяли страну, то ожидать, что мы сразу найдем работу мечты, в принципе, это невозможно. Я знаю, что многие из нас здесь начали работать на тех работах, которые, например, они даже и не ожидали, что будут на них работать. То есть не по профессии. И кто-то может из вас поднять руку и сказать, что здесь работают сейчас по профессии? Но это вам повезло. А так многие, я думаю, все остальные из вас работают не на тех профессиях, на которых... Да? Или вообще не по профессии? Все молчат. Я считаю, что для того, чтобы все-таки здесь начать карьеру, да, то нужно получить или же опыт новый, да, в вашей профессии, в которой, ну вот видите, это единицы, или же абсолютно получить новый навык, так? И, например, у меня получилось, что благодаря каналу я стала больше общаться с людьми и, в принципе, заниматься общественной деятельностью, которая сначала привела меня в рекрутерство. Я думаю, это тоже многие проходили. После этого это рекрутерство, связанное с маркетингом. И сейчас, в принципе, это мне интересно. Это общественная деятельность и общение с людьми. И помощь иммигрантам, иностранцам здесь все-таки обосноваться и получить достойную жизнь, а не все время ощущение, что ты иммигрант. Вот. И... Знаете, у HR-менеджеров есть такой вопрос, очень любимый, они его задают. Кем вы себя видите через 5 лет? Ну, обычно люди не знают, как ответить на этот вопрос. О, Боже, через 5 лет. Ну, через 10 так вообще это как это? А мне кажется, у иммигранта так вообще это настолько остро. Он не знает, что с ним будет через полгода, да, но через 5 лет это невозможно ответить. Хотя я сейчас понимаю, что если бы мы все могли продумать, действительно, кем я хочу стать, если я... Та работа, которая сейчас здесь, она меня не устраивает. Что бы я хотела делать, или что мне нравится делать, и какие навыки мне нужно развить, и просто идти и развивать. Что нам поможет? Это изучение языка, естественно. Я его учу до сих пор, и это какой-то длительный процесс, и мне кажется, что он бесконечный. То есть все равно, мне кажется, мы не сможем говорить, да, как... Хотя, может быть, когда-то и сможем, как поляки. Вот. И получение новых навыков. Только тогда мы сможем сами себе ответить, что с нами будет, да, через 5 лет или через 3 года. И я бы хотела, что вот сегодня у нас присутствует гость, пани Сильвия. Она... Это я. Да. Пани на ветерозуме по-руссейскому. Я училась 20 годов тому назад. О, супер. Теперь я немножко понимаю. О, супер, пани Барзадов же мой. Нет. До свидания, да. Я думаю, что это подарежка. Когда подарежка, я не знаю, что это подарежка. А, поддержка. Это в спарте. А-а-а. Подарежка. В колоске понимает, что нет. О, так пани на ветерозуме может читать по-руссейскому. Ну, супер. И да, вот... Когда я прочитала, чем занимается пани, я поняла, что, в принципе, это могло бы нам всем помочь, если мы этого хотим, да, найти в себе те способности и те навыки, которые мы, например, даже и не думали, что они у нас есть, и помочь развить их для того, чтобы сделать карьеру в эмиграции. Итак, пани Сильвия, она работает в центре, которая занимается центром карьеры заводовой. Что они проводят? Я сейчас в двух словах по-русски, а потом пани будет нам рассказывать. Я думаю, по-польски вы поймете все, если что. Все понимают, да? Значит, это воевудский ужин працы. Кстати, есть такой. Не просто ужин воевудский, а воевудский ужин працы, в котором есть центр, который делает школьение, то есть обучение людей, помогает им разобраться, ну, то есть и поляков, понятно, тоже, а также и иностранцев, разобраться вообще в себе, благодаря всяким психологическим тестам, школениям, психотестам. И когда ты это все проходишь, да, все это, кстати, бесплатно, это супер вообще. Мне так нравится в Польше, что здесь вообще столько обучения бесплатного для нас, просто из наших стран, это кажется каким-то нереальным. И благодаря вот этому всего вы сможете разобраться в себе и понять, кем вы могли бы стать, и что, какой навык вам надо просто начать развивать и изменить свою жизнь, а не просто там приехав, как понятно, мы все начали не с тех работ, которых бы нам хотелось. Вот. И я бы хотела вас сегодня познакомить с пани Сильвии. День добрый, пани Сильвия. День добрый, день добрый раз еще. Приветствую, называю Сильвия Хант. Так как пани Анастазия меня представила, я jestem даракцем заводовым, то есть помогаю в развитии, в плане карьеры, а потом о том я расскажу. Пракую прежде всего с людьми дорослыми, то есть, по 18 году жизни, то есть студенты, люди работающие, но также и люди, которые никогда не работали, мамы, которые имеют дети и хотят возвращаться на рынок работы. Часами zdarzają się osoby, которые врагают по билу летах неоценности в поле за границей, но тоже часто появляются полки, которые тут вышли за мошки, и тоже шукают работы. Генерално работаем меньше, но с учениками остальных классов школьных, со студентами, которые например помылили себя и ствердили, что это не те студия, или их ситуация жизнью вас смусит до работы. Генерално с каждым, так, кто отчула такую потребу и честь прийсча. Не ма ограничений. Единый вариант, который наклада на нас Министерство ограничений, то есть то 18+, но... Но тут никого не ма. Не ма, но если... Но если такая ситуация выжидкала, кто-то не ма, не ма, 17, или уже есть то школа заводовая, где учатся заводов, то есть такие экзамены, то также такой особи помогаем. Так как пани Анастазия сказала, очень хорошо, что я работаю в Боябудском Урэнде Праци. Это независимостно, потому что это очень часто мылое с ПОУ, который есть обоих. Там, где ущидаются... Так, ПОУ, то есть ущидачения. Так. В случае украинства это очень важное ущидачение, так, то есть згода и легальность затруднения, згода на легальность побыту, то есть ЗУВ, то есть ЗУВ, то есть Заходнепоморский Урэнд Войбудский, а мы jesteśmy третья инстыкция, наймень заангажованная, то есть Урэнд Войбудский Урэнд Праци. И то инстыкция, которая поддержит каждого, все это доброволное. То есть клиент, который приходит до нас, приходит преважно сам с себе, с полеценя, так. Не ма чего-то такого скерования, как обувиазок, как в случае ПОУ, Урэнд Войбудский Урэнд Праци и Ощидачей, так. И выружня на нас то, что по-просто не мами żadных ограничений. Не интересует нас, что кто-то есть безработный, или не, или работает. Ну, конечно, не входим в pewного рода легальность побыту. Ну, закладываем, что здесь тут каждый есть легальнее, так. Но не работаем в опорции о документы, так. Для нас важнейшая и то, что она хочет в своем жизни сделать и что она со своим жизнью хочет поменять. Пани, ты говоришь, что на почтку, что, как бы, запрещена с депрессой, так, с такими разными странами. И действительно, есть dużа группа клиентов, которые тратят до нас, бо, не знаю, психолог сказал, бо терапеута, бо не ведут, что еще имеют депрессию, ведут, что что-то есть не так, и начинают от работы. И оказывается, что, как я, как дарадца, начинаю заглядывать на работу, оказывается, что проблемой не есть брак работы, або, что человек часто смеет в праке, только, что, например, помага в спорте одного специалиста, или психолога, потому что это, например, депрессия, потому что это выпаление заводовое, так, потому что это часто моббинг в праке, много разных вещей. И так, как я сказал, моя институция есть такая, ну, нietyповая, так, мы, как я говорю, такую такую отвертость на людей, очень маленький спор, потому что это на этот момент 7 человек. Вышедшимость о так же, что ездим и проводим занятия в разных местах, например, проводим занятия за студентами на учене, беремы участие на разных разных торгах, геутах, праках, проводим занятия в разных школах на терене воеводства, если нас запрашивают, шкоу средне, заводовое, шкоу, это общеобразовательный ликей, так? Так. Научула мне. На лучшее слово. Очень хорошо, что я говорю по-росынски. Общеобразовательный ликей, темпо не злым, а правда? Ох, моя пани из росынского себя кешит. Не, жартую. И пракуем мы, конечно, с такой трудной молодежью из школьных из-за тоже часами в закладах карных, таких местах отособления, где, где особи много лет были в изолации и нагля оказывает что, как они хотят выйти на болность, не ведут, как та волность, как та rzeczyвистость выглядит, так? Те, если, что-то, о моих дошли, 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 то у меня есть спор, можно сказать, потому что в большинстве сотрудников, когда мы работали с Каритас Полска, с ФАМИ Полска, тоже немного раньше работала, współpracала с панем Хеннериком Коћодзијем, это консул honorовый, и тоже у него можно достоять бесплатно-правную помощь, так? А где он? На Сечевиче, недалеко. А! Там, где украинский дом. Так, 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 так. И ты знаешь, что безплатная порада правная. И он там всегда есть? Не, но можно умовить телефонно-мейло, так, что здесь нам помогал, когда здесь входит, как бы, легализация побыта, затруднения судно-земцов на осьвиадки, так, что... Могу пани запросить państwo на встречу, он очень любит участие. Можно сказать, что даже был воеволюционный Уренд Прац, а как ему говорят, что был воеволюционный Уренд Прац, он не отмазал тогда. О, супер. Он любит, любит до нас приходить и отвечать. Так, что немного такие współpracy уже подъялись. Сейчас ситуация такая с коронавирусом, трудная. Трудная для всех, и для Урендов, и для обслуги клиентов. Уренд наш открылся уже 1 сентября. Обслуживаем индивидуально, так, так, что если кто хочет до нас прийти, то нужно задзвонить и умовить на конкретную годину, на такие встречи с дорадцом. И не проводим еще таких warsштатов групповых, потому что мы проводим такие занятия групповые, где, например, учитываем, как подготовить себя до разговора квалификации. То есть, что делать, чтобы хорошо прийти на разговоры. Какие могут быть самые частоты? О чем могут быть спрашивать? А можно сразу вопрос? Прошу. А были тогда у вас ученицы у вас на школе? Или нет? Я проводила отдельное ученики для Карита из Польска. Это были только и только для Карита из Польска организованы. И это было о мощных странах, о умениях, о талентах, о таком почувствии. Важно я могу спросить, а надо ли вам переводить или вы понимаете вообще все? Нет? А, все понимаете? Как вы как-то так понимаете, вот так все сделали, как будто вы из Болгарии. Смело, пожалуйста, говорить, потому что я тоже говорю с натуры быстро, могу говорить свободнее, могу говорить простым языком. Все сказали, что все понятно. Потому что стараюсь так говорить, ну, как наиболее. Но надо быть смело, что так, то я... А вот, а иначе буду рассказывать, а потом подождать, а-а-а, как я вам покажу. Были это зажения с тумацием по-просто. Ага. Так, с тумацием, потому что группа была была очень различная. Это были обыдатели с Ормами, Грузинами, Биорусинами. Ааа, ну, это было тяжело. А-а, это тяжело, это тяжело. Это тяжело. И несколько людей по-polскому не понимали полностью. Комплетnie. Были очень кратко в поле. Два недели. Честь людей уже говорили свободно и этот уровень был такой достаточно разнообразный. Я не могла достать себя до того, что они понимали. И это было так фактически единственное испытание, которое я проводила. В связи с тем, что группа была языково разнообразная, не могли сделать занятий под титулом «Как приготовить себя до разговора». Огольные элементы были, но без шагов. И не было занятий связанных с писанием CV. Почему? Потому что это требует... Ресум, да? Потому что это требует... Резуме. Резуме. Так, резуме. Досит доброй знайомости. По-русски. Резуме, да? По-руссейску. Досит доброй знайомости языка пол-ско-как, так, в ином языке читаю, в еще в ином думе и буду снова в другой языке. Так есть, а мы так... И это трудно у нас. Как всегда. Резуме, да? Резумеétait религиознообразно в Тек-ому журнале и то для пол-ско-как, пол-ско-как, которые писали CV, но не было оно настолько визуально аттракционное или поправное, что не потратило захотать. Но в связи с этой ситуацией, на этот момент этого типа не проводим групповых, потому что нет еще згоды. Быть может они рушат от влезня. То есть от сентября может быть вас обновляться. Так, но не знаю, потому что часть людей страдает, что будет вторая фала, что будет еще горлее. Часть говорит, что мы рады, что будет лучше, поэтому я не знаю. В связи с чем появился помысл этого типа занятий через интернет, через опцию Zoom. Угу. 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 но иногда по части бирными. Можно задать вопросы, но это не так, как живо, что я могу здесь поменять. Я тут открываю, как взгляд, как говоришь с силой. Ты сидишь перед силой взором и догадаешь с ним, то я так открываю. И так, и это не есть... Это такое решение, ну, по среднее, так? Но, кажется, что в случае, когда люди так на самом деле, чего хотят себя научить, и я, как проводственная, тоже нужно познать и оценивания, и вымагания, и тоже немного познать, так? Потому что каждый из нас есть инный, приходит с иным багажем доставления, вымяны. То есть, это такие 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 занятия на месте, как здесь. И появился такой помысл встепно, и тут тоже есть прощба до пани Анастасии, чтобы написала письмо до моей пани начальника, чтобы быть может такие занятия двух годинные, но в целом, где-то так, не знаю, между 16.00, 18.00, 16.30, максимально 18.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00. А также тоже еще разумею, вотю о́ б Например, работодавца мне задает вопрос, почему я? То есть, почему я? Или пожалуйста, что есть твоя мощная сторона? И так меньше, менее, это типо занятия. Они не требуют большой работы с такой, с таким словом, по-просто, читанным и писанным. Потому что эти занятия тоже не требуют презентации, каких-то документов. Но занятия связанные с CV, как коллега проводит, может быть интернет, много писания, это уже трудно. Поэтому была такая пропозиция, чтобы начать от таких простых занятий, например, здесь, чтобы была бы такая возможность, в севернии. И тогда бы мы увидели, как это выглядит, и всегда можно было бы путь дальше. Потому что на Zoomе могли бы Państwo послушать, пооглядать, но это не такая живая помощь. Вчера, когда появилась ситуация с пандемией, действительно была такая возможность, что приходил до нас клиент, он уже резюме был написанным, и мы поправили, и он сам себе у нас прописывал на компьютере. Но сейчас такой опции не нет, потому что это не так, что это может быть в порядке, что это может быть в порядке. Но здесь, что это все, что это все, что это замкнуло. Но если, например, кто-то хотел бы уметь индивидуально, то не есть опции, что мы писем от начала, или прописываем, мы уже помогаем в опорции о документ, который появился, о резюме, который уже исчезает. Из-за того, что я помню, я когда-то когда-то смотрела, я смотрела, что те росыские очень сильно отличаются от польских. Так. И это совершенно совсем другая. Так. Даже как-то так мы инакцией писали. Инакцией, так, так. Инакцией. Инакцией. И тоже видела, что когда-то смотрела, что-то из Биауруси то так само, инакцией. Ну, там, Звязок родительский. И завтра все инакцией. Инакцией. И system школьничтва и то потом трудно пристроить. Потому что там студия, например, на Биауруси то у нас есть такая школа на уровне школы полицейской. Там уже есть право до выполнения заводов, например, медицинского. У нас это за кроткий час научи и не можно. Так. У нас даже пристроить там эту и умеетности из нашей школы на наши возможности и заработки и затруднения, какие та школа дает, то оказывается, что так на правде ничего не дает, потому что у нас сейчас понимает, если российский работодатель получит такой российский, украинский или белорусский, он думает, о Боже, что это? Ничего не понимает, если оно выглядит не так. так. Ничего не так. мы тоже используем такими файными документами, резюме, версии электроничной. Можно, например, преследовательной файл преследовательной файл и файл файл и файл и файл 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 в 1997 году. Это один из первых в Польше. И мы работаем от 1997. Добрый, не прерывание. И помысл такой, что если на рынке в интернете есть тесты, и они будут платные, то мы, например, делаем те самые тесты, потому что это коммерческие, такие добрые нарядия, не только психологические. Только у нас законирует себя за дармо. Або за эту ликенцию плачет министерство, а мы, как урад, выкупаем такую возможность выполнения тестов на год. То есть, например, я управляю на такой тест Ахника, это тест образовый, так, что я имею в виду в интернете, как пани говорит, не знаю, что плачет пани 100 рублей за этот тест, приходя до нас, если я окреślę, что есть такая потребность, а этот тест делает пани, например, за дармо. Ага. Ну, интересно. Так что, так что, так что, такой właśnie помысл впадли Немцы, то это было зацеплено из взоров немецких. И еще много лет тому мы сделали также оферты работы, по среднству. О, было много. Но, нистете, в 2010, около 2010, ну, министерство забрало оферты работы. И уже не было. А для чего? Отдало Урзенду праку? Отдало Урзенду праку, нам забрало, по-просто. Так. И... Али нет только, что в Счастине, по всем. Центром в целой, в целой, в целом, в каждом воеводстве есть минимум, одно центром. В Счастин-е с однём, мы, в Счастин-е, и в Кошалине есть другая. Это наша филия. И там тоже в рамках этой филии, в Кошалине, есть центром информации, такие, самые, как мы. Существуют такие самые услуги, безплатные, те самые тесты, те самые warsштаты. Например, входит в нашу сторону Божьего Урzęду Прасы, можно увидеть, что мы делаем в Штечине и что мы делаем в Кошелине. Есть такая закладка, неэлегантно брось для безработного, но так это себе вымыслено, и там можно прочитать, что мы оферуем. Я говорю, что на этот момент такие встречи индивидуальные под кодом резюме или помоци, которые могут быть возможны при мере доброй знайомости языка polskiego, такие говорящей и писаной. Но этого типа warsштатов, так как здесь, еще не проводим. Может быть, это будет от ржесня. Вчера есть такая пропозиция, что проводят такие такие занятия здесь. Если chodzi о обыдательные за границей в Сходной, то тратяются до нас в цели, когда мыла нас с Поветовым Урендом Прасы, когда мыла нас с ЗУВ-ом и оказывает себя о легализации по быту. Где моя карта попоеда? Муж працует, что за легализованный по быт жены и мыла, так? Но тоже часто уже случаются люди, которые например учатся в школах полицейских, здесь в Польше. Та опекунка детская, косметолог, асистент особи старших, неpełносправных. То есть такие люди, например, учатся в зоспале школ, то есть школы публично на Броневске. То есть Заходнепоморские центры усказания уставичного. То есть школа, которая 45 лет есть, публично, безплатно. И много там людей учатся и потом работают как асистент особи, например, неpełносправной, или в шпитале, или в каких-то таких прыватных агенциях, в каких-то warsстатах терапии зайти. И они тоже часто до нас тратят, потому что хотят выполнять тесты, либо хотят поменять kierунок. Часто учатся на технику масажисты, так? Потому что они на плачу в этом заводе на Украине, но хотят им диплом. Так? Школа в Польше есть бесплатная, там трва два года. И важно записать эту название. Заходнепоморские центры усказания уставичного на Броневске. То есть это публично школа, безплатная, добрый ксцентр. Так как мне, 45 лет есть, это государственная школа. И не ошукую, безплатная и добрый ксцентр. И ты отримаешь какой-то сертификат? Так, конечно, так, есть экзамен пањстовый. Так, и есть... А как лицо на которую... Броневскего. Броневскего. То есть там, где шпитал Аркањский. А, ага, так. Како продлужение, там есть костиј, безплатный костиј, они сейчас работают набор. Ага. Так как мне, на правде не рекламу. То есть разные са он, керунки? Да, разные, разные. Техник масажиста, фармакета, косметолог, хигиенистка, асистент особи не... Такие особи, которые ходят на такие школы, пусть до нас трафијај, как шукач працы, альбо са еще додатково едно, едно, едно такую школу зроби, так, так, что... Аль то са поедынче припадки. То са поедынче припадки. Цэсто теж ест так, что Повятовый Урзанд працы присыла до нас на засаде, что ктось уже ест дужеј в Польсце. И на пајка там пајни не потрафиј помоц при СИВИ, на пајка. Так, то теж до нас, до нас отсыљајај. Так же это таше наше... Не можу шо пиеши разуми, бо душе мови, але тазајајајајаја тајајајајајаћ. Моэн запытајч? Так, да. В принципе, ўам бы интересно было бы участвовать в таких обучениях. Взям, да, я так вижу, что в принципе, ну, все са на заинтерасовање. А как насчет таво, что пајка Сильвия сказала, что есле обучение буду на польском языке тяжело, это будет вам или нет, нужен ли перебочек? всех делают вот так и говорят не да я не понимаю то есть нормально сможете да ну а поднимите кому не нужен перевод руки ну большинство большинство но многие люди понимают что многие люди приезжают по всему, но многие не знают кто сидит уже не один год, то и без вопросов, а кто ехал зараз, то живет ну это понятно ну то так, но большинство хотят участвовать в таких школах ну а при этом я говорю, что начали бы мы уже идем до таких занятий под кодом умеетности простых и тогда бы мы увидели как то, как то, как то идти, как то можно достосовать, модификовать, тем больше, что планы, что, что у нас, потому что мы очень хорошо достосованы центры, такое наше центры прошло remонт несколько лет назад, мы достосованы специальные залы до барсштатов, где... мы надеемся, что в вершине не будет другие фаны да, что очень хорошо, что где-то урожащийся оттворы и будет можно спробовать там и действительно есть спрят, есть рзутник, есть компьютер и можно смело спробовать этого типу занятия, потому что в этой соли проводим разные занятия и на przykład... до этой... помню тоже о наших занятиях, что как бы перед тем целым ситуацией с коронавирусом, то проводилиśmy такие занятия właśnie. Приготовление до rozmовы, приготовление резюме... до разговора в розумении контакту с работодавцем, так? О умеетностиах, мощных сторонах, talentах, как радить за стрессом, так? То есть, как заработать за стрессом, а также под кантом о выпалении заводовом, так? То есть, как работать с трудным работодавцем. То есть, может быть, будут занятия связаны... то есть, что будет как новость связана с коммуникацией. Коллега тоже проводил занятия в опорции только о компьютерах, как шукать работы в сети через интернет. О, супер. То есть, например, что сделать, чтобы не дать себя осуществлять на паузырые огласения, какие есть безопасные, публичные порталы, или такие проверенные, так? Но это все, например, требовало уже доброй знайности языка и тоже в миру доброй обслуживания компьютера. Потому что, если кто-то, например, не потратил обслуживать компьютера, то не дала рады на этих занятиях, так? Потому что... Ну, коллега бы мог подойти, но уже кто-то смогла самодельно взять на свое кonto, на интернет, так? Я думаю, что у нас все потратят, так? В компьютерах. В компьютерах. На самом деле, пожалуйста, как мне было занятия с каритасу, с Фами, и пани Бутрым, Аня, там, за мной сопроводовала, то очень много людей не было компьютера, не смогли обслуживать. Может, люди из Грузии? Да, Грузии, Украины, мне кажется, у нас все компьютеры... Белоруси, Белоруси, Ормяне и Грузии не. На самом деле, прошу мне верить, что... Не, ну, может. Не, не... Не, не... Может быть. Дуже меньше контакт и... И не. И не. Так что... Мимо, что это были люди, которые, которые говорят в проявлении на язык на язык, были школы, так? То есть, не только, что шкала подставовая, так? В начальной? Нет. В начальной школе по-россейску. Подставовая. Да. На начальной школе. Шкала подставовая, но уже... но уже... но уже конкретный завод и... и матуре... А какая же ты матура по-россейску? Матура. Матура это экзамен? Иначе как-то было еще. Не помню. Манатура это 11 классов. 11 классов. 11 лет в школе. Да. А в Польше это 12 лет. У нас 12 лет. Манатура 3-го класса влезла. Так, так. Но интересно, как по-российски матура, не знаю. Манатура по-российски, скажем так, что 11 классов можно скончить в средней школе в Украине. Или в лецеум. Так. И лецеум тут. Тут лецеум. Первый, второй и третий классы лецеум. 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 Так. На праве группа была по-просто. Может быть. У меня две группы. Одна мне и другая. Другая партия. Я бы хотела запытащиться за чем-то. А какие вообще вот... Что бы вас интересовало вот такого плана обучения? Ну, что бы вам хотелось действительно в чем участвовать? То есть участвовать. Например, смена. Вы хотите полностью изменить свою профессию, да, например. Или же вы хотите разобраться в психологических каких-то моментах. Не знаю. Депрессия. Вот это интересно. То есть надоело уже то, что вы сейчас там чем-то занимаетесь. Да. Ага. Ага. Да. 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 М teams City писали. Да. ощущение что женщин в принципе в мире больше да и мы видим даже сейчас нашей аудитории и женщинам просто тяжело найти здесь работу достойную то есть понятно если пойти там на какую-то физическую работу то это можно да если все-таки уже более заняться карьерой или же даже работу в офисе я я считаю что здесь очень тяжело вы согласитесь со мной женщинам найти сразу не хотят брать да и именно именно хочу вам запытащить то так само у у польских кобет же чем чашко зналишь працу или то только для того что мы стащем иммигрантами плюс кобета плюс иммигрант я myślę что так же это очень трудно и паням для того что пишут иммигрантками по-друге то есть часто это kwestia детей выхования детей то есть отпада праца заумжми двузминома потому что тоже может здесь заумжми ези працюет двузминома то есть у пани как матки и жены оцекуешься чтобы они працаны на измене с коей працодавца хочет иметь працовника в случае где најтвии handел услуги и gastronомия так что есть всегда праца двузминома так часто собота часто трезминома а либо где-то обслуга каких-то пунктов присылковых типу заландо amazon где трезмином так что праца таким руху чёмгом это называется при машина при какой-то такой праце праце праце-зминома также трезмином так и тут есть та трудность потому что это конфлик где на садзии не может так працуе что она уже не может но потому что детям отбору дети часто есть так что например родины с не пауне потому что где-то там мош не есть ездить в трассе а матка муси сама дать детство с прецкола а wiadomo что в прецколе жлобек до годины в и то есть очень объективный проблем очень часто появляющийся так по-затым тоже есть это связано с працом пониже квалификации или я там у себя роби вам что выконы вам такие заводы тут достаю пропозиции уже на душе нижшем позиоме и то есть тоже есть такой конфликт что как то так я не не знаю такую wiedzę а тут достать только и такие пропозиции и то тоже поводит такое почувствие и нижней и тут начинается психичная такая психичная депрессия депрессия террор такой психичный и то есть еще интересная финансирование так часто что если зашли ну то есть минимум минимум так гарантированные минимум так но но это минимум то если тем часу и не сложный и Плаковой который теоретически ма własное мишканье а еще часто у пастротов есть кема у меня мишканье мишканья покои то минимум то есть обцинами ото кошты связанные с вынаймом в найме побытие так Так что это очень трудно. А если купить место, то... Как можно, если вы достаете хипотеку. Можешь лечить на 5 лет. Дети достанут в спадку хипотеку, так, для сплакения. Так что ситуация действительно более трудная и более сложная. Может у вас есть какие-то вопросы, которые хотели бы задать? Пожалуйста, задавайте. Я еще хочу сказать, в общем, в этой ситуации с коронавирусом что много фирм осчезает на работников, обчина затруднение до минимальной лости. Этаты. Этаты. Или, например, ограничивает часы, то есть уменьшает количество годин, чтобы, например, не звалили людей, только люди сами работают за еще меньшее наградение и поменьшенную количество годин праздника. Так что этот час еще очень трудно, потому что, как я сказала, что-то, когда работают, как они не хотят, то обчинают годины и пропонуют меньшее наградение. И в связи с чем, в связи с чем, меньше замови, меньше достанутов, меньше вещей высыла за границу. Часто фирмы с закрытыми на границу, потому что, например, части были продукты в Волшах, в Немчах. Так. Или приплыла из-за страны, были по-замыканы границы и фирмы просто были змушаны по-замыкать. Так. Так. В связи с престоем экономичным по-замыканом, так. 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 И если человек не помыслал, что хотели си позамикают, то фирмы, которые эти фирмы обсуживали через три месяца, не все притрвали. Например, пральни, какие-то gastronomии, какие-то продукции, живности для фирмы, то все фирмы попала. Так. То есть теоретически труднее. Најтвее для вас всегда было в этом секторе, так как говорится, handел, безпосредняя спретаж, услуга, опека над ослаблением и гостономия. Но это самое труднее, потому что это и ниски статки годиновые, так. Ниски статки годиновые, на умовы, на умовы, злецене. О, вот это проблема. Не знаю, часто иммигранты отразу умовы злецене пропонуют, а умовы о праце? Радко. Так. Умова о злецене это працовник. Так. Не плачет себе хоробов, так. Он всегда в готовности до працы. То есть умовы, зажима, как жојниж. Так, как жојниж. И так, наверное... Не хороуешь, ниц. Как не прийди до працы, то за тен окрес не достает пацы, так, ну, бо не выполнив злецене, не свиадче працы, так. Єсто бадо не корзисне, а в тен способ працедавцы осшцедзаю. Ну, јсто такая инстыкја Пајстова Инспекция працы. Не знаю, чи пајні знана в шчелне. Так, очевидно. То са безплатне пораде. Не знаю, чи у пајста теж јс правник, якась помоц правна. Не, правник. Вим, что ФАМИ, в рамах ФАМИ, в рамах проекту ФАМИ, мили пораде безплатне правне. И вим, что пан Коћодзиј мяў безплатне пораде, так. Такие ситуации трудные, связаны с працом, утратом, каким-то таким выкорзстыванием, заўзм, ктось подписал гдејс умовы, вынајем покоју, был вырзуканы. Такие трудные тоже жициовые ситуации, какими-то браками убезпечения, а наглым побытом в шпиталу, або, что оказалося, что-то работодавца не подпровадал склодек, человек поедај до шпитала и оказывает се, что не ест убезпечен. Потому что полцы тоже тоже имеют такие случаи. Не только тудоземцы, а также заждаются такими неуччивими работодавцами. Те же, myślę, что, что таким, партным адресом Пајстовая инспекция праци, в ситуации таких трудных жициово, wiem, что это Минский Ощадок Помоци Родзине, это Центрум Интервенции Крызисовой, тоже удела такой кроткой ситуации связанной со спорцием. Наверное, как это называется? Центрум Интервенции Крызисовой. Ага. А где то есть? На Слоскей. Ага. Не, то есть Одношни Народовые 42 то есть веще от Слоскей. А какие проблемы можно там? Ваше проблем какой-то такой, премок в родине, не можливости достосования, заламания, повинку траты pracy, кризису, или трудности с такими, какими-то какими-то жизнью. Там можно умовить на такую безплатную rozmову, на wsparcie до психолога, до правника. Так, тоже такая безплатная помощь есть. Так, также, 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 таких мест есть немного, но в общем, эта ситуация тут и сейчас трудная, потому что, на сколько можно умовить так, а на сколько еще через телефон. этого не знаю, так как говорила, до нас индивидуально, так, на годину, при такой минимальной укошни клиентах, где мы эти помештения стерилизуем, дезинфекуем, при всех засадах как-найбардзи, так как я говорю, а также как-найбардзи, так как-найбардзи, так как-найбардзи, так как-найбардзи, то платить в перерыве. Я вас? а вот. то принесла такие пары, это такие наши старые материалы, это такие гаджетовые, более улотки, визетовки. Но так, здесь с тыл, значит, на этом, то есть все наши номеры, при чем, при чем, здесь более актуальный в этой chwili не телефон 126, потому что он в этой салии центральной, в душе, где обслуживаемый клиенту, еще нечинный, но телефон 123-115. Пани будет поговорить, я этот телефон aktualный подам. Здесь есть разные примеры, о CV, о нашей деятельности, чтобы они могли бы... Ваше так выглядит, это лога, Урожащий 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 в Шрицине. Мы здесь межно, от Кроловой Короны, то мы, в душе этой улицы, в душе, в душе на конце, есть в лево стация бензеновая и за стацией бензеновым о дронзу мы здесь. А, это там? Так, так близко станд. Близко, а там где Орлен? Так, Орлен. Мы за Орленом. Я говорю, что станд ржут каменем, близко, легко, легко, легко доходить по-просто. И пракуем от 8 до 15. Орленом. Это прекрасный помех. Приходим на следующий раз, мы снова обновляем, и идем дальше. Так что, это примерно 2-3, а 3-4 встречи, так по године, до 1,5 годину. Это не так, что есть тест, потому что это не о том, что я могу познать, поговорить, посмотреть, когда потом входит в тест. Это интересно. От понедельника до пятнадцати. Но вечером, может быть вечером? Не, не, вечером, вечером, мы можем, чтобы мы можем, чтобы мы работаем в таком формуле от пятнадцати до пятнадцати. А, тогда будет тяжело. Поэтому я сказала, что, овшем, такие одни warsстаты, здесь, овшем, где-то, не знаю, от шестнадцати. Когда-то еще приезжал бы у нас пункт консультации на полско-немецкий дорадчик. И приезжала у пани из Немец. То есть, овшем, о форме работе. Но это привело, во-первых, более обыдателем, уже обыдателем... Успехи? Уни, на обыдателем Уни, власть. У нас есть проблемы. А по-друге, сейчас в связи с ситуацией, в том, что в панилии не приезжают. Так? То есть, хотя бы на-приклад, это были офты, что-то относительно этого пасса транспортного при Одре. Так? То есть, не целые Немцы. Но здесь, блиско-биско, одр, чтобы люди часто выезжали там, или там где-то, там, живут, там, 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 там. И так, в этот способ. Это как-то интересное. Это очень сложно мне тоже сказать о нас в ситуации, когда мы не знаем, что будет. Но всегда на певно есть наша и оплата, когда мы говорим о помощь, безплатность, повышенность, например, как работодавцы задумали, а была пани Кобальская, то я ничего не знаю, так? Потому что это, чтобы данные и трещь разговора была сохранена, чтобы у вас было такое чувство, что приходя, это как у лекарства, психолога, потому что данные не вычекают, а никто не узнает, что кто-то здесь был на разговоре. Потому что мы говорим о работодавцах, часто появляются эмоции, разные прикрытия, часто подают названия фирмы, чтобы люди здесь чувствовали комфортно.